...выглядел изначально. Конечно, я бы лучше посмотрел этот бой по правилам К1. Но посмотрим, не будем сразу же сгущать краски. Очень интересно, как вы правильно сказали, каким покажет себя Энди Сауэр на земле в борьбе. Почему же вы отдаете предпочтение Энди Сауэру изначально? Болеете за него? Признайтесь. Конечно, конечно, потому что мне этот боец очень симпатичен. Он настоящий джентльмен в ринге. Вот всегда это было ни разу за всю свою долгую карьеру. По крайней мере, сколько я слежу за Энди Сауэром, ни разу он не был замечен в каких-то карамолах. Никогда. Всегда очень честен. Никогда им подлых ударов не наносил. И очень уважительно относился к своим оппонентам. Неплохо двигается и попадает. Здорово, слева. Сейчас Энди Сауэр так показал, что качнула оппонента. Но Нагашима все-таки стоит. Еще до попадания с выходом через лоу-кик Но пока Энди Сауэр работает как заправский кикбоксер. Связка руками. Тут же лоу. Или нога в корпус. Хорошо справа обменивается Нагашима. И вот как раз та самая борьба. Очень интересно, у кого она поставлена лучше. Самое главное интересно, где Сауэр готовил эту самую борьбу. В Голландии это очень много специалистов по ударке. Ни для кого не секрет. У Федора Емельяненко туда ездил, так же готовится по ударке. А вот что касается борьбы, то тут есть определенный вопрос. Да, у Федора был лагерь из двух, так скажем, составляющих. Одна сейчас в Голландии, затем уже в Старом Москале, где к нему и присоединились все наши ребята, которые выступали 29-го и вот сегодня. Пока неплохо контролирует соперника Ючиро Нагасима. Он изначально занял позицию с преимуществом. И вот в гарде пытается развить свой успех, но вяжет. Похоже, что защищаться Сауэра научили. Удар пяткой в корпус. Защищается ногами Энди Сауэр. Работает в бедро. Подсушить хочет. Ноги подет. О, интересный какой прием. Сейчас хотел сделать Нагасима. Вскакивает тут же Сауэр. И с хоккейка начинает атаку. Продолжает развивать успех. Несколько ударов было плотных и хороших. Подхват не получается практически. Хотя переходный болевой прием и скручивание пятки, похоже, хотел сделать Нагасима. Владеет ли им Нагасима? Это довольно сложное с точки зрения технического исполнения. Пытается скрутить пятку. Это очень болезненный, крайне травмоопасный прием. Рефери должен четко все видеть, потому что если вовремя не остановить, может быть очень тяжелая травма. Но пока терпит. И чисто визуально кажется, что у Сауэра нет проблем. Да, болевых ощущений явно не испытывал. А вот теперь Энди выходит на оперативный простор. Вообще на турнире Райзен многие спортсмены решили попробовать себя в мире именно смешных, а не до борт. Хотя базовые ударники. Так было и 29 числа, и сегодня продолжается. Ну что ж, это интересный опыт. Хорошо несколько раз пробил справа Энди Сауэр. Попал. Надо, надо отключить левую руку сопернику Энди Сауэру для того, чтобы открыть себе путь в правой руке. О, здорово! Колено неприятное. Второй раз влетает в голову Юичира. Уже отвыкли мы немножко от регламента Райзен. 10 минут первый раунд. И опять колено. По корпусу жесткий удар от Энди Сауэра, который также носит прозвище Сауэ Пауэ. Академично работает. С завидным постоянством. Выбирая нужные для себя паузы. Вот здесь хорошо. Энди Сауэр отключает внимание соперника, переводя его на колено. И, соответственно, открывается путь для руки, для правой. И чем Энди прекрасно пользуется. И опять колено опаснейшее. Угар в корпус. Насколько хватит Нагасимы, пока непонятно. Ясно, что спортсмен опытный и спортсмен умеет терпеть. Но здесь терпеть слишком долго. Хороший контроль соперника демонстрирует Энди Сауэр. Но, с другой стороны, Нагасимы пока не делает каких-то супер попыток для того, чтобы выбраться. Просто защищается корпусом, руками, но держит ноги в хавгарде. Интересно, часть чего сейчас выплюнул японский спортсмен. Опять колено в голову пришло у Сауэра. Держалка у Нагасимы, в общем-то, неплохая. Надо отметить. Крепкая голова. Удары у Сауэра более чем жесткие. Да, и коленом умеет бить хорошо. Ну, кикбоксер, что и говорить. Стомпа разрешены. Как мы выяснили уже давным-давно. Хороший удар. Все, похоже, нокаут. Терпят, терпят Нагасиму, но это избиение чистой воды. Где же рефери? Все. Все, все, все. Да, действительно. Это был уже стоячий нокаут после второго или третьего попадания. И вот последние два удара, которые были нанесены в область печени, вообще сумасшедшие. Просел полностью Нагасима. И Энди записывает 157-ю победу в своей карьере. Это немыслимо. Просто немыслимо. И смотрите, вся семья Энди Сауэра, его сыновья всегда ездят с ним на любые соревнования. Практически они всегда со своим отцом. Они знают, что папа победит. Практически в любом случае. Энди Сауэр.